Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яна Баймбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Очередные жилищные страсти в Южно-Сахалинске. Была избушка 40 квадратов по одним документам. Вдруг выяснилось, что все-таки 20 квадратов по другим документам. Как такое могло получиться, попытался разобраться я, Евгений Коньков. Сложить нельзя ламинировать. От места запятой в этом предложении зависит многое. Привычка оборачивать документы специальной пленкой может кардинально изменить ваши планы. Туристов с детьми перестали регистрировать на рейсы из ламинированных свидетельств о рождении. На что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, расскажу вам я, Яков Морозов. Сменить привычную обстановку, подлечить здоровье за счет государства – привилегия старшего поколения нашего региона. Сахалинская область насчитывает несколько санаторий, в которых могут отдохнуть бесплатные пенсионеры от 60 лет. Кто может воспользоваться льготами и как часто выдают путевки в учреждения, расскажу вам я, Илья Бабенхов. Переселение равно проблема. Так считает семья Нестеровых, проживающая в аварийном доме в областном центре. Власти не против предоставить жилье в новом здании. Однако выяснилось, что площадь квартиры записана в документах по-разному. Южно-Схолинцы уверяют, что у них изначально было 40 квадратов, но в мэрии числится в два раза меньше. Подробности далее. У Эдуарда Козырева в этом доме проживает сестра с детьми. Всего прописано семь человек в двух квартирах, в помещении на две семьи. Поселились Нестеровы там еще в 1981 году. На руках были бумажные доказательства, что одна из квартир является двухкомнатной, площадью 40 квадратов. Когда в 2014-м стали собирать документы, чтобы заключить договор соцнайма, всплыли бумаги, о которых семья и не подозревала. По ним оказалось, что вторая комната – это уже третья квартира и к Нестеровым отношения не имеет. Поэтому вместо 40 метров стало 20. Жильцы подали в суд и выиграли. Суд первой инстанции учел все наши доводы, все наши доказательства о том, что квартира действительно является двухкомнатной, о том, что документы на ней, ордер какой-никакой, признали его. Суд второй инстант, а администрация города подала апелляцию. Апелляция частично отменила и оставила нам однокомнатную квартиру, то есть часть квартиры отобрала. Жалобы и хождение по кабинетам ни к чему не привели. На одних только юристов потратили более полумиллиона рублей. Но чиновники не могут пойти против решения суда. Они были не согласны с тем, что признано право за двумя однокомнатными квартирами. Судом за семьей Нестеровых признано право на две однокомнатные квартиры. Поэтому администрация города будет действовать в рамках решения суда. Семье будет оказана вся юридическая помощь и консультации. Тем временем жилье из Ветхова превращается в опасное для жизни. Недавно обвалилась часть штукатурки на потолке, едва не упав на голову бабушки. Впервые в той половине у нас упало. Точно так же. Вчера здесь упало. Но там мы кое-как сами заделали, а тут вообще никого не дозовешься. С администрацией вчера приехали, пофотографировали, пофотографировали и все, и уехали. Ничего не сказав, ничего. Переселить людей мэрия не против, но тогда им должны дать жилье такой же площади. То есть на 20 квадратов меньше, чем рассчитывала семья. Что делать и кто может защитить их интересы, Нестеровы не знают, но надеются на благоприятный исход. Евгений Коньков, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Новый автомобиль передадут Сахалинским военным представители регионального народного фронта в рамках акции «Все для победы». Транспортное средство будет помогать им во время учений на Троицком полигоне. Кроме того, груз для островных защитников отправится и в зону проведения специальной операции. Для солдат подготовили посылки с провизией и письма от школьников. Мы же понимаем, что победа куется где? В тылу. Как работает тыл, соответственно, так и отрабатывает фронт. Поэтому, если ты будешь активно помогать, работать, мы приблизим быстрее эту победу и победим нашего врага. Отправить посылки сахалинским бойцам могут все желающие. Их принимают в штабе общественной поддержки на улице Дзержинского, 40, дробь 1, а также на улице Больничной, 34, областного центра. Обернуть специальной прозрачной пленкой документ и не попасть в самолет. Туристов с детьми перестали регистрировать на рейсы из-за ламинированных свидетельств о рождении. В период отпусков это новшество вызвало бурю негодований. Возможно ли решить проблему на месте, выяснил мой коллега Яков Морозов. Лето. Пора отпусков. Отправляясь с ребенком на отдых, вы можете попасть в неприятную ситуацию. Пассажиров с детьми перестали регистрировать на рейс из-за ламинированных свидетельств о рождении. На что стоит обратить внимание, давайте разбираться. Шестилетняя Амелия Еремина с мамой собирается в северную столицу. Ребенку повезло. С документами все в порядке. Другие же пассажиры столкнулись с проблемой регистрации. Виной тому ламинированные свидетельства о рождении детей. Я люблю путешествовать. И куда же ты сегодня планируешь отправляться? Санкт-Петербург. Очень хорошо, что у меня есть все документы, они все в нормальном виде, потому что только что перед нами женщину не пустили, потому что у нее было заламинировано свидетельство о рождении. Поэтому мы храним все в папочке и не ламинируем. Такой запрет не приехать аэропорта. О том, что покрывать документы ребенка пленкой нельзя, предупреждают специалисты отделов ЗАГС при выдаче свидетельства о рождении. Ламинирование свидетельств, выданных органами ЗАГС, приравнивается к порче свидетельства. И в этом случае необходимо получить повторные документы. Требования авиакомпании продиктованы федеральным законом и действуют на территории всей России. Если же пассажир сталкивается с проблемой, стоит обратиться напрямую к перевозчику. Понятно, что замена, допустим, ламинированных свидетельств о рождении потребует какого-то времени. И если пассажир приехал на самолет регистрироваться, у него ламинированное удостоверение, он должен пригласить того представителя авиакомпании, перевозчиком, к которому он летит, и решить с ним этот вопрос. Процедура получения свидетельства выделения ЗАГС много времени не займет. Через 20 минут после обращения специалисты выдадут повторный документ. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, лучше пройти эту процедуру заранее. Яков Морозов, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. Нательное белье и маскировочные сети для военнослужащих шьют участники клуба «Эдельвейс». Материальную помощь отправляют сахалинским бойцам в зону проведения спецоперации. Поддержку общественной организации оказывает региональное министерство социальной защиты. Мы помогли приобрести ткани для того, чтобы сети были правильного цвета. И хочу сказать, что это большое дело. Все очень увлечены. Я сама приняла такое небольшое участие. И скоро будет эта сеть готова буквально на днях и отправиться к ребятам. За что участникам общественной организации большое спасибо. В этом году клубу «Эдельвейс» направили порядка 360 тысяч рублей. Министерство социальной защиты области оказывает поддержку и другим общественным организациям. Всего на эти цели выделено около 5,5 миллионов рублей. У неработающих пенсионеров от 60 лет в Сахалинской области есть возможность бесплатно отдохнуть в санатории «Сенегорские минеральные воды». Узнать критерии отбора, подать заявку и встать в очередь представители старшего поколения могут в отделении социальной защиты своего района. Подробности узнавал мой коллега Илья Бабенков. Сестры Валентина Седаева и Светлана Малышева знают, чем занять себя на пенсии. Их планы расписаны на несколько месяцев вперед. Летом дача, экскурсии по острову, душевные посиделки с подругами. В этом году, 19 ноября, для них случится долгожданное событие. Они отправятся на отдых в санаторий. Три года назад они уже были в Сахалинских минеральных водах. Учреждение, куда бесплатно отправляют жители острова старшего поколения по путевкам. Яркие эмоции от прошлой поездки еще не прошли, а уже настал срок ехать вновь. Компания, как и прежде, будет большая. Братик, в свою очередь, с женой пошли в свой долинский. И тоже попросились на 19 ноября. И нам дали там и тут. Вы представляете, какое счастье? Семья в полном объеме. Ну, в силу того, что мы очень говорливые, общительные. И мы попросились еще и два номера, чтоб нам рядышком дали. И нам дали эти два номера. Тогда был поменьше наплыв, побольше было путевок. И нам буквально через месяц предоставили такую прекрасную услугу. Вот откровенно прекрасную. Потому что стоимость путевки вот на сегодняшний день больше 80 тысяч. Воспользоваться привилегией и подлечить здоровье за счет государства могут неработающие сахалинцы старшего поколения раз в три года. Женщины от 60 лет, мужчины от 65. При этом важно, чтобы размер пенсии не превышал прожиточный минимум региона в два с половиной раза. Для того, чтобы обратиться к нам, не должно быть, естественно, противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Человек обращается в отделение центра, удостоверяющий документ личности при нем должен быть. Трудовая книжка, подтверждающая, что человек не работает. И справка формы 070, либо санаторно-курортная карта, при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. С начала года уже более 800 пенсионеров воспользовались путевкой в Сенегорские минеральные воды. А в прошлом году в санатории отдохнули почти полторы тысячи пенсионеров. Илья Бабенков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья построили в областном центре в 2022 году. Такие цифры озвучил мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин на ежегодном отчете. Глава города также рассказал, каких результатов удалось достичь в сферах ремонта дорог, ЖКХ и поддержки предпринимательства. Сейчас органы власти муниципалитета достигли хорошего уровня в своем развитии, в профессиональном развитии, с тем, чтобы свои услуги населению, потому что мы прежде всего оказываем услугу населению, мы оказывали качественно. Качественно выполняли все свои обещания. Общая задача, которую мы перед собой ставим, она реализуется. Вы, наверное, видели сегодня, что наши коллеги положительно оценили деятельность администрации города. И, наверное, в первый раз это положительно было связано единогласно. То есть это еще раз подтверждает тот факт, что мы, как единая команда, идем к общей цели. Приоритетным направлением для областного центра остается и газификация. По итогам прошлого года голубое топливо пришло почти в тысячу домов. Кроме того, благодаря строительству газораспределительных сетей, впервые возможность подключения получили жители Владимировки. Шесть крупных учреждений здравоохранения, в числе которых пять ФАПов и одна врачебная амбулатория, а также второй корпус центральной поликлиники ввели в эксплуатацию в 2022 году. Удалось реализовать и новые программы. Об этом нам рассказала первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Великанова. Запись беседы смотрите далее в рубрике «Гость студии». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об исполнении бюджета 2022 года. Если смотреть на показатели в сфере здравоохранения, то видим, что реализация госпрограмм и национальных проектов исполнена на 100%. Благодаря чему в первую очередь удалось этого достичь? Благодаря слаженной работе, нацеленности на результат, достигнуты действительно все показатели по результатам 2022 года, все показатели национального проекта здравоохранения, показатели стратегических проектов, ведомственных программ и проектов. Правительство региона продолжает привлекать на острова врачей разных специальностей. Расскажите, сколько в прошлом году прибыло специалистов и в какие учреждения и в какие районы? По результатам прошлого года к нам прибыло 350 человек. Это узкие специалисты. В первую очередь отоларингологи, хирурги, офтальмологи, эндокринологи. Мы прибыли в разные учреждения, то есть в каждом учреждении здравоохранения региона было пополнение. В течение этого года мы также привлекаем специалистов. С начала года приехало уже 82 человека. Если говорить об обновлении материально-технической базы учреждений здравоохранения, то по итогам прошлого года каких удалось достичь результатов? Самый главный результат – это, конечно же, строительство. У нас приобретено 6 крупных объектов учреждений. Это 5 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Кроме этого, введен в эксплуатацию второй корпус центральной поликлиники. Очень красивый, очень современный, с новейшим оборудованием, а также с новым сервисом услуг. У нас завершено 26 капитальных ремонтов по ведомственной программе. 6 капитальных ремонтов в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Закуплены новые автомобили, как для доставки пациентов, так и для скорой медицинской помощи новые автомобили закуплены. Продолжаем также модернизировать и в этом году добиваться не меньших результатов, чем в предыдущем. И вопрос, касающийся работы мобильных бригад. Каковы результаты за прошлый год и насколько эффективна их работа? Мобильные бригады – это проект новый, он стартовал в этом году. Ранее мы запускали такой формат работы на временной основе. С этого года проект действует на постоянной основе. Бригады формируются на базе трех областных учреждений. Это КДЦ, областная детская больница и областная стоматологическая поликлиника. Специалисты формируются на другом уровне качества и сервиса услуг. Соответственно, мы набираем в бригады только высокопрофессиональных людей, и, как правило, имеющих даже две и более специальности. Это своего рода и кадровый резерв для замещения тех сотрудников районных больниц, которые в данный момент либо проходят обучение цикла непрерывного медицинского образования, либо в отпусках, либо еще по каким-то причинам временно отсутствуют. И, кроме этого, мы хотим, конечно же, и сделать доступную именно качественную медицинскую помощь в каждом уголке нашего региона, чтобы в каждом селе, в каждой деревне каждому жителю нашего региона была доступна именно высококачественная медицинская помощь для раннего выявления заболеваний, для ранней диагностики и, соответственно, улучшения, укрепления здоровья и улучшения ожидаемой продолжительности жизни нашего населения. То есть мобильные бригады приезжают в отдаленные районы нашего региона? Мобильные бригады приезжают туда, где в данный момент лист ожидания записи к врачу, к узкому специалисту, светится для нас красной зоной. Мы проектным офисом видим всю картину по региону, и там, где сейчас специалист отсутствует, либо запись к нему уже переполнена, мы направляем в мобильную медицинскую бригаду. Как жители разных районов узнают о приезде мобильной бригады? О выездах мобильной бригады жители всегда информируются заранее. Публикуются и на страницах медицинских учреждений, и в расписании сразу же открывается заблаговременно выезд мобильной медицинской бригады. И на базе местных поликлиник они ведут прием? Все верно, да. Либо на базе местных поликлиник, либо на базе передвижных мобильных комплексов. В частности, офтальмологический передвижный комплекс у нас с современнейшим оборудованием направляется в районы. Ирина, спасибо, что пришли к нам в студию, и удачи в реализации всех важных проектов. Спасибо. Курсы начальной военной подготовки для школьников на Сахалине ввели с января 2023 года. Раз в неделю ученики изучают основы боевого искусства. Родители задаются вопросом, зачем детям уметь стрелять из оружия и метать гранаты. Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Праздник спорта и единства дошколята из Южно-Соколинского детсада Рябинка отмечают энергично Международный Олимпийский день. В гости к ним пришли будущие педагоги физкультуры из САГУ. В программе разминка, карате, баскетбол, мини-волейбол. Обо всем по порядку вам расскажу я, Игорь Антипов. Енот в черно-белых тонах. Такое произведение искусства вы сможете создать, посетив мастер-класс по рисованию углем. Почувствовать себя художником можно уже в эту субботу. О других культурных мероприятиях узнаете совсем скоро в рубрике «Афиша». Не переключайтесь! Сахалинская область Также островные семьи вправе использовать региональный капитал в виде выплат. За более подробной информацией обращаться в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Телефон для справок 8 800 201 0099. Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. ВИЧ-инфицированные могут жить нормальной жизнью и имеют право на интересную ему работу и уважение его коллег. Работодатель и коллектив не вправе дискриминировать ВИЧ-работников. С этой целью разработан обучающий модуль по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, способный повысить уровень знаний и осведомленность работников о путях передачи ВИЧ. Пора разрушать мифы. Каждый работник должен знать, что такое ВИЧ. А главное понимать, что ВИЧ не передается через дружбу и трудовые отношения. Уметь стрелять, лечить и выживать. Курс начальной военной подготовки введут во всех островных школах в сентябре этого года. Основные направления предстоящих занятий обсудили преподаватели и родители. Приняли участие в диалоге и бойцы, несущие службу в зоне спецоперации. Эти знания сейчас актуальны. Необходимо нам передавать ветеранам опыт сейчас боевых действий. Потому что не дай бог случится какой-то следующий вооруженный конфликт и так далее. Мы хотим, чтобы его конечно не произошло. В коем случае это все закончилось поскорее. Но лучше быть готовым и иметь меч, ими воспользоваться. Подготовили программу, по которой обучаются восьмиклассники. А с точки зрения именно тех навыков, понятий, терминов, которые пригодятся для понимания, во-первых, общей исторической контекстной повестки, то, что происходит. И приобретение навыков медицинских, ориентирования на местность. Напомню, курс начальной военной подготовки ввели в некоторых островных школах еще в январе этого года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Полезные знания. Юноармейцы стали участниками проекта «Здоровый патриот». Для детей подготовили квесты и викторины на различные темы. Мероприятие провели специалисты Центра медицинской профилактики. Как проявили себя школьники и что нового узнали, расскажет мой коллега Данил Пангстянов. Юноармейцы – опытные ребята. Они не в первый раз участвуют в различных конкурсах и тренировках по сборке и разборке оружия или, как сейчас, по теме здорового образа жизни. Но не хотят знать и уметь больше. В жизни все пригодится. Один мальчик случайно упал на самокате, и я подошла к нему. И я там уже узнала ранение. Там у него был вроде как открытый перелом. Я позвонила его родителям. И родители пришли, вы забрали. Многие из ребят мечтают связать свою жизнь с медициной. Проект «Здоровый патриот» – отличная возможность проверить свои знания и получить новые. Я хочу здесь, чтобы я научилась помогать и первую помощь оказывать. Людям и родным, и близким. Для меня важно, чтобы все были здоровы, счастливы. Ребят делят на четыре команды. Задача каждой – решить ребусы и ответить на вопросы викторины. Темы различные – от медицинских до спортивных. Например, какой снаряд для занятий весит всего 2,5 грамма. А на одной из станций – здоровые зубы, здоровая улыбка – специалист Центра медицинской профилактики объясняет, как правильно ухаживать за полостью рта. Как распределять труд и отдых, что нужно 8-9 часов спать, меньше сидеть в телефонах, правильно питаться, чтобы меньше было углеводов, хлебобулочные изделия, булочки, перекусы, сладости, газировка. Что это тоже в больших количествах нельзя, больше правильного питания, овощи, фрукты. Кроме подарков и сертификатов, участники получили главное – бесценный опыт и новые знания. Подрастающему поколению необходимо рассказывать о пользе здорового образа жизни, выбора верных решений и отказа от вредных привычек. В этом и состоит цель проекта «Здоровый патриот». Подобные мероприятия специалисты Центра медпрофилактики проводят ежемесячно. Данил Пангстьянов, Дмитрий Синдиков, телекомпания ОТВ. До шести лет лишения свободы грозит участникам организованной группы, которые занимались незаконным производством немаркированной рыбной продукции. С 2022 года подозреваемые добыли и переработали красную рыбу и икру на общую сумму больше 5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. С какой целью здесь находились? Урабачить. Что поймали? Симокор. Симокорюшку, да? На какой речке? Урюм. Вопрос браконьерства стал темой для специального репортажа корреспондента ОТВ. Анастасия Красова подвела промежуточные итоги любительской рыбалки, а также выяснила, сколько человек ответит в суде за незаконные выловсимы. Какое наказание ждет за несоблюдение установленного регламента, смотрите в новом выпуске программы «Итоги недели» на телеканале ОТВ «Сахалин» 24 июня в 19.30. 23 июня отмечают Международный Олимпийский день. Приобщить к значимой дате решили и дошкалят из детского сада «Рябинка» Южно-Сахалинска. К ним наведались действующие спортсмены, будущие педагоги физкультуры и САГУ. Провели с детьми зарядку, показали некоторые атаки каратэ-сютакан, учили играть в баскетбол и мини-волейбол по японским правилам. Слово нашему корреспонденту Игорю Антипову. Воспитанники областной школы по восточным видам единоборств эффектно представляют боевой раздел каратэ-сютакан, затем вооружаются лапами, чтобы детсадовцы нанесли свой первый удар. Это праздник для нас. Наши детки первый раз участвовали в таком мероприятии. Я их подготовила вместе с нашими взрослыми спортсменами с нашей школы. А это мини-волейбол по японским правилам. Его родоначальником на Сахалине когда-то стал Петр Пасюков. Сегодня самый легкий мяч весом 50 граммов перекидывает через сетку в большинстве детсадов острова. Надо бегать туда-сюда, чтобы его поймать. И потом его надо перебросить. Давайте двигаться. И неважно, насколько хорошо ты к этому готов. Берите пример с малышей с детсада Рябинка. Они дружно включились в разминку под руководством кандидата в мастера спорта по черспорту Яны Маляковой. Мастер-классы в разных дисциплинах детям устраивают бывалые спортсмены. Они продолжают выступать на крупных турнирах, а еще учатся в САГУ на педагогов физкультуры. Они обладают многими спортивными навыками, являются победителем, призерами международных соревнований, участниками олимпийских игр. И, конечно, у них есть что сказать и поделиться с детьми. Наставники рассказывают детям об основных символах и истории олимпийских игр. А те, в свою очередь, декламируют стихи. Что такое олимпиада? Это честный спортивный бой. В ней участвовать – это награда. Победить же может любой. Максим Вершинин и Дмитрий Тихов зовут ребят на баскетбол. Парни знают толк в работе с мячом. Учат бросать его в кольцо. Я смотрела мультик, и там очень один герой красиво играл в баскетбол. А тут еще и вживую показывают. Остается только в секцию записаться. Игорь Антипов, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. День молодежи, арт-завтрак и интеллектуальная игра. Чем заняться на предстоящих выходных, расскажет рубрика «Афиша». Передаю слово ее ведущей Ксении Салабаевой. Я же с вами прощаюсь, всего вам самого доброго и до встречи. Впереди выходные, а значит пора заняться чем-то интересным. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Салабаева. 24 июня в городском парке Южно-Сахалинска отметят День молодежи. Гостей праздника ждут разнообразные развлекательные программы. Днем на территории стадиона «Космос» развернутся тематические площадки. Не только спортивные, но и творческие. Порадуют и пенная вечеринка, и кулинарные шоу. Завершат праздник дискотекой и салютом. Торжественное открытие летнего сезона по прыжкам на лыжах с трамплинов пройдет в эту субботу. В честь события на комплексе «Высота» состоятся соревнования летающих лыжников. Среди участников заслуженные мастера спорта России, призеры Олимпийских игр, мастера спорта международного класса. И это далеко не весь список выступающих. А в воскресенье пройдет фестиваль йоги. Масштабный спортивный праздник продлится весь день. Для сахалинцев проведут занятия для начинающих. Практику по дыханию, йогу для женщин, гвоздистояние. Завершится мероприятие практиками исцеления звуком и свободного танца. Занятия будут проходить под руководством опытных преподавателей островных йога-студий. Областной художественный музей приглашает на 10-й арт-завтрак. В этот раз он будет посвящен традициям русского гостеприимства. В особой атмосфере вы откроете для себя чарующую историю появления чая на Руси. Познакомитесь с правилами заваривания и насладитесь его целебными свойствами. Украшением мероприятия станет выступление образцового фольклорного ансамбля «Туисок». В эти выходные можно поучаствовать в интеллектуальной игре «Летом с буклетом». Участников ждет увлекательное путешествие по залам Краевического музея. Заданный маршрут содержит ребусы, головоломки и занимательные вопросы, ответы на которые можно найти внимательно, изучив экспозиции. Тематика разнообразная – этнография, освоение и открытие островов, животный и растительный мир. Будут задания и на военно-патриотическую тему. Проведите выходные в хорошей компании. С афишей вознакомила Ксения Салабаева. До встречи! Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай. Углубленный медицинский осмотр для пациентов 65+. Десятки тысяч островитян ежегодно имеют возможность проверить здоровье на самом современном оборудовании. Центры современной диагностики открыты в самых разных уголках островной области. Лабораторные анализы. Аппаратная диагностика. Эндоскопические методы исследования. Для каждого пациента составляется индивидуальный маршрут здоровья. Записаться на обследование можно у врача в поликлинике по месту жительства. А также помогут с доставкой из удаленного населенного пункта. На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд. А новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до трех лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...